Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Все-то, конечно, у вас неоднозначное и, на мой взгляд, требует более детального рассмотрения, потому что то, что вы описали, это, безусловно, серьезно, но никак не является шизофренией, потому что в шизофрении немного другие клинические симптомы. Я больше склоняюсь к тому, что сказал мой коллега про панические атаки и ВСД. Вот, это может быть действительно так. Но и ВСД, и панические атаки имеют под собой, в общем-то, вполне психологические причины, которые имеют смысл выявить и, значит, подкорректировать свое поведение и восприятия себя вместе с другими людьми в соответствии с ними. Смотрите, во-первых, страх. Как мне видится, как мне видится, ваши страхи требуются объединить. То есть у вас на самом деле довольно много страхов, да, то есть вы за своим пульсом постоянно следите, да, и вы, вы и боитесь там из дома выходить, и вы, ну вообще, у вас довольно много того, чего вы боитесь, по факту. Вот. Давайте подумаем, что вам дал этот страх. Вот за то время, что вы его испытываете, что он вам дал? А именно страх. Вот как это мне видится, как это мне видится, вам страх дал повышенное внимание к вам, ваших родных и близких. Как мне видится. То есть вы в результате проявлений своих страхов стали больше нуждаться в людях, стали больше, ну, получать внимание от них, и заботы. Вы больше получаете заботы теперь от них. Вот. То есть вас и на море возили, да, и заботились о вас постоянно и так далее. И вот мне видится так, что вкупе с тем, что вы говорите, что всегда боялись обидеть своих родных, вкупе с тем, что вы всегда боялись, видимо, как-то их задеть, а это означает, что вы могли переживать, например, по поводу того, чтобы им что-то сказать, чтобы выразить им свои желания, желания, чтобы как-то, значит, ну, может быть, высказать свою позицию по какому-либо вопросу. Вот. А вот с учетом данных моментов теперь, да, вы получили возможность, вы получили право, точнее, на внимание к себе со стороны родных. И... Почему так получилось? Почему так произошло? Ну, как это видится мне, что случилось это именно потому, что вы в детстве получали внимание и заботу только когда вам было, ну, плохо. Когда вам было не по себе, когда вы болели, когда вам было, ну, когда вы переживали, ну, не знаю, может быть, кризис или что-то, что-то такое. Вот. И данный способ получения внимания у вас закрепился. И страх, страх служит для него средством. То есть, средством для введения себя в такое состояние, когда вы, ну, вроде как, беспомощны, да, когда вы, вроде как, ничего не можете и вынуждаетесь... вынуждаетесь... вынуждаетесь в... других людях. Вот. Соответственно, по-другому свои эмоции, свои переживания именно по-другому. А вы, ну, вот как это видится мне, не выражаете. Просто не выражаете. Другие, ну, другие средства вы не используете для этого. Потому что запрет. Потому что я не имею права. Думаете вы. Потому что я недостойна. Ну, видимо. Видимо. Вот. И у этого есть, опять же, свои причины. Поэтому страх я предлагаю воспринимать вам именно так. Как средство для помещения себя в определенное состояние, из которого вы получаете выгоду. Ну, или благодаря которому вы получаете определенную выгоду для себя. И тем самым, имея выгоду, получаете мотивацию для того, чтобы снова и снова в этом состоянии находиться. Вот. То есть, именно так происходит работа с страхом на, скажем так, психоаналитическом уровне. Вот. Понятно, что есть еще и когнитивный уровень. То есть, то, чего именно вы боитесь. Значит, есть, так скажем, поведенческие корректировки. Да, которые, которые, вот, нужны вам для того, чтобы, ну, избавиться от страха. Чтобы, потому что, работа с психоаналитическим аспектом, она важна. Но она не является единственной. Вот. Но это уже только после того, как будут раскрыты все нюансы, именно, бессознательного аспекта ваших страхов. Потому что сейчас, на мой взгляд, вот, какую бы когнитивную работу вы не вели, все равно вам в определенный момент просто... вас в определенный момент просто будет накрывать волна эмоций, которая не будет позволять делать то, что, ну, вот, например, то, что вы хотели бы, да, и то, что нужно. Это я молчу о том, вы вообще хотите делать то, сами, сами, ну, вот, то, что делаете вы вообще. Хотите сами заниматься тем, чем занимаетесь. То есть, хотите работать, хотите, там, я не знаю, ездить в метро, там, и прочее, прочее, прочее. Такси, знаете ли, не такой уж безопасный вид передвижения с точки зрения вот того, что вы боитесь. Вот. То есть, тут, наверное, вообще ваше желание увидеть по поводу того, чтобы делать все то, что вам, собственно, нужно. А то мало ли, может быть, вы все это делаете через силу и делать никогда не хотели, и делать это все исключительно только для своих родных, вот, желаниям, которых привыкли стремиться соответствовать, да, вот. А, тут момент такой, насколько вы сами реализуете то, что вы хотите. Вот. Без этого, опять же, без этого будет затруднительно вам, вам помочь решить вашу проблему. Следующий момент – это момент, связанный с навязчивыми мыслями. Навязчивые мысли – это, по сути, дело проявления ваших желаний. То есть, навязчивые мысли появляются каждый раз, когда вы чего-то хотите, вот, но себе запрещается. А, ну, один из способов начала работать с навязчивыми мыслями является, допустим, возможность подумать о чем-то априори. Приятным, хорошим, там, например, попробуйте подумать, вот, когда у вас возникают эти мысли, да. Попробуйте подумать, например, о любимом фильме, о любимом блюде, о любимом человеке, вот. То есть, о чем-то таком. О сексе, попробуйте сексуальной фантазии представить, представить что-нибудь из этого, вот. И, посмотрите, как будет происходить процесс мыслей. То есть, если все будет в порядке, и если вы достаточно легко сможете контролировать свой мыслительный процесс, то есть, я, например, хочу, допустим, подумать об этом, да, я думаю. То есть, вот я думаю, вот, что-то оно будет, если там вдруг, да, вот, ну, будет хикардия, например. Окей. Но, я хочу подумать о другом, например, о фильме, да, который мне нравится. А, я могу подумать о фильме? У меня получается это сделать, подумать о фильме? Если да, отлично. Просто приучаем себя думать о другом, в случае, когда возникают подобные мысли. Но, если не получается подумать о фильме, если стоит некий блок на это у вас, то тогда, в таком случае, что делать? А, в таком случае, можно говорить, по сути, о том, что вы запрещаете себе думать о чем-то, что вам нравится. О чем-то, что априори, ну, несет что-то позитивное вам. Вот так скажем. И это тоже весьма и весьма серьезная проблема, серьезный конфликт, который вам нужно разрешать. Ну, то есть, запрет в данном случае нужно снимать. Иначе он так и будет провоцировать навязчивые мысли. Короче говоря, навязчивые мысли – это индикатор ваших желаний, которые сублимируются в актуальную потребность для вас сейчас. Причем актуальная потребность далеко не всегда является вашей. То есть, ну, тем, чего вы, например, хотели бы, тем, что вам, например, нравилось бы и так далее. Я думаю, что вот так можно вам ответить на вопрос. Значит, смотрите, вы спрашиваете, подскажите, я правда уже шизофренией болею? Нет, вы не болеете с шизофренией, нет, вы не сходите с ума, вот, нет, вы, ничего такого у вас нет. Значит, что нужно сделать? К психотерапевту, либо к клиническому психологу на обследование. Это первое. Второе. Он вам выпишет, значит, препараты, лекарства, которые будут нужны для того, чтобы вам было проще заниматься психотерапией. То есть, именно индивидуальная работа с психологом. Либо грубовая. И с этого и начнутся ваши исцеления. Я бы даже сказал не исцеление, а, может быть, корректирование своей модели поведения вообще не только с людьми, да, которые вам, ну, например, дороги. А, корректирование поведения по отношению к себе. Чтобы вы, например, эм, значит, так, вот вы писали, что, эээ, что вы чувствуете эти ограничения какие-то, да, что всегда боялись обидеть родных. Вот. Вот чтобы этого не было. Потому что все это и порождает ваши страхи. Страх – это обман. Обман сознания. Подсознание. Для того, чтобы последняя получила то, чего она хочет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Честное хорооооооохрана.